Всем привет ребята! Вы на канале Собервижн. Давненько у нас не было никаких муравьиных новинок. Пора это исправлять. Сегодня я покажу вам свою новую семью. И это будет Металлика! Ну что ребята, начало года это прекрасная возможность обновить свои ряды и пополнить их новыми интересными семьями. Вот и я решил не затягивать и поэтому прям с начала года приобрел себе новую семью муравьев. Последнее обновление на канале было примерно год назад. Я не знал каких муравьев в первую очередь мне приобрести. Поэтому провел голосование в телеграм канале. Я сомневался, кого же мне все-таки взять. Я хотел приобрести либо Сальтаторов, либо Металлику. И поэтому решил устроить опрос. И ребята, вы проголосовали за Металлику. Поэтому сразу же практически после опроса я начал искать, где же можно приобрести этих муравьев. И нашел я их в магазине в голове у Мирмекипера. Это надежный проверенный магазин с большим выбором муравьев. Ссылочка на этот магазин будет в описании. Поэтому переходите, посмотрите широкий ассортимент. Много красивых, интересных видов, различных муравьев. Поэтому смело можете заказывать у этого продавца. Он надежен, он проверен и Собервижн его рекомендует. Ну а тем временем я получил заветную пробирку и уже на всех порах мчался домой, чтобы посмотреть на этих муравьев поближе. Ребят, ну то, что сказать, что они красивые, это можно вообще ничего не сказать. Они просто обалденные. Они очень интересные. Как внешне, так и по своему поведению. Да, они не имеют каких-то огромных размеров. Где-то длина муравья 5-7 миллиметров. Но они и не очень маленькие, ребята. Это не мелкие муравьи, типа там тех же огненных каких-то муравьев, других мелких видов. Они средних размеров. Эти муравьи обитают в Австралии. Они там распространены практически во всех штатах. И у нас этих муравьев сравнивают с Лазиуснингер, которые также у нас повсеместно распространены. Раньше их относили к панеринам. Сейчас, насколько я знаю, это отдельный род муравьев, Ретидопанера. И, ребят, эти муравьи просто имеют обалденную окраску. Она такая зеленоватая, с сине-зеленым каким-то отливом, но смотрится очень обалденно. Раскраску имеет голова, туловище и верхняя часть брюшка. И посмотрите, ребята, сколько муравьев у меня в пробирке. Их здесь, я не знаю, тяжело посчитать. Ну, точно где-то около 60-80, а может и все 100 муравьев. В пробирке я также, насколько смог увидеть, посмотрел, что есть один кокон и несколько крупных пакет с яйцами. Если в этой семье матка или нет, сказать сложно, потому что матки у этих семей абсолютно ничем не отличаются от рабочих. Ну и в чем плюс еще у этой семьи? В том, что любой рабочий может стать яйцекладущим гомергатом. Надеюсь, что все-таки либо маточка, либо яйцекладущий гомергат может оказаться в этой семье. Ну, а как же их кормить? Ребята, вы же видите, что в этой пробирке целая куча муравьев. Как только я выну ватку, сразу они побегут 100% искать для себя новое пространство. Поэтому я подготовил сразу придавленного тараканчика, открыл ватку и как пробку туда запихнул быстро-быстро этого таракана. И около 5-6 муравьев сразу на него накинулись. Но они накинулись не только на него, они накинулись и на ватку. Они почувствовали, что отсюда можно расширять свои пространства и начали активно-активно ее грызть и пытаться преодолеть это затруднение для того, чтобы расширить свои пространства. Ну, а те 5-6 муравьев, которые все-таки решили покушать, активно начали поглощать те части внутренней таракана, которые выделились на поверхность после того, как я этого таракана придавил. Питание, я хочу сказать, отменное. Не видел я, конечно, чтобы они его жалили, а эти малыши обладают и жалом, и ядом. Пока укус, слава богу, я на себе не проверял. Особо, конечно, это и не хочется. Но если это получится, то я вам расскажу, что же все-таки за ощущения, когда вас кусают эти муравьи. Меня кусали и огненные муравьи, и недавно укусили капканчики. Поэтому есть чем сравнивать. Конечно же, на съемку прибежал кот Лео, который активно начал изучать новых членов нашей семьи. Он улегся возле пробирки, начал заниматься какими-то своими делами, ну и, конечно, интересовался новыми муравьями. Ведь это не просто муравьи, это просто обалденно, суперкрасивая металлика. Ребята, ну и у меня возник вопрос, куда же заселять этих муравьев? Как вы видите, в пробирке их там нафаршировано достаточно, поэтому в самое ближайшее время их нужно куда-то заселять. Сейчас я фактически рассматриваю два варианта. Первый вариант – это заселить их в природный формикарий, потому что эти муравьи просто идеально туда подходят. В природных условиях эти муравьи обитают в древесине, строят гнезда в земле, и природный формикарий – это будет идеальное условие для их содержания. И еще почему это будет идеальное условие? Потому что эти муравьи абсолютно не передвигаются по вертикальным поверхностям, они скользят. То есть вам не нужно заморачиваться, думать, какую крышку придумать, сеточку, что, как сделать для того, чтобы эти муравьи у вас не сбежали. Эти муравьи будут сидеть у вас. Главное, предусмотрите расстояние какое-то, чтобы было от земли до верхнего края. Ну и предусмотрите так, чтобы все-таки какая-то крышка была, если вы хотите использовать какие-то виды растений, которые требовательны к влажности. Это тоже нужно продумать. Природный формикарий – это обалденнейший формат содержания муравьев. Так как у вас там и растения, и муравьи, все это живое, все это каждый день, каждый час изменяется. Вы можете наблюдать их, и вы можете залипать, сидеть часами, смотря на то, как муравьи там охотятся, добывают пищу, занимаются своими делами. Но единственный минус, который в природном формикарии есть, это вы не увидите, как муравьи ухаживают за своим потомством, как они себя чувствуют внутри гнезда. Хотя, ребята, если все хорошо продумать, то в принципе можно, можно сделать гнездо, которое у вас будет выходить к одной из стенок формикария, и надеяться на то, что муравьи туда заселятся и будут там жить. Но вы же знаете, что муравьи, они сами себе на уме, поэтому неудивительно, если они уйдут все равно куда-нибудь в грунт, в землю, закопаются, и вы их в итоге так, внутрь гнезда, по крайней мере, вы не заглянете. Второй вариант, который у меня есть, это заселить этих муравьев в формикарии Азии, где я смогу ежесекундно наблюдать за тем, что же происходит в гнезде, как они выращивают свое потомство, кто у них появится, все-таки появятся ли у них рабочие. Это будет означать, что в семье есть яйцекладущий гомергат, либо маточка, либо у них начнут появляться самцы, что будет означать, что все-таки у этих муравьев нет никого оплодотворенного. Поэтому, ребята, я сейчас пока думаю, если у вас есть какие-то обоснованные интересные предложения, варианты, пишите о них в комментарии, я все прочитаю, все посмотрю. Ну, а пока я решил создать для них временную арену, на которую помещу эту пробирку для удобства кормления и наблюдения за муравьями. Я взял малую самосборную арену, поместил туда кокосовый живой субстрат, в котором у нас есть мокрички, ногоножки, хищные клещи, полезные хищные клещи, добавил туда песочек различной фракции, камушки и положил различные веточки. В целом, особо не заморачивался, не накладывал большой слой, чтобы можно было наблюдать за нашими муравьями, которые бы никуда не убежали из пробирки и не помышляли бы закопаться в грунт. Ну что, в принципе, малую самосборную арену для этих муравьев я подготовил временную, положил пробирку на арену и открыл ватку. Ребята, и эти муравьи, они просто моментально приступили к освоению нового пространства. Они, ну, наверное, по скорости заселения являются одними из лидеров среди тех муравьев, которых я задержал. Они реально очень быстро, без особого страха и сомнения, побежали осваивать новые пространства. Ребят, ну, я был очень офигенно удивлен тому, что действительно эти муравьи абсолютно не передвигаются по вертикальным поверхностям. Их лапки скользят, они пытаются, 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 ничего у них не получается, и поэтому эти муравьи никуда у вас не убегут. Абсолютно можно не заморачиваться ни с какими крышками, ни с какими там антипобегами. Эти муравьи будут находиться у вас на арене и никуда оттуда не сбегут. После того, как я открыл пробирку, я мог не волноваться о том, что тем тараканом, которых я покормил, он может испортиться. И, ну, так как я дал действительно достаточно большого таракана, у меня совсем маленькие закончились, поэтому я дал где-то среднего размера. И, естественно, эти муравьи не съедят его так быстро, как бы мне хотелось. Этот таракан может у них стухнуть, появятся клещи, будут все вонять там. В общем, муравьи теперь смогут этого таракана вынести в любой укромный уголок, где я его спокойно заберу пинцетом. Ну, либо он будет уже, его затрепят там всякие мокрички, колембулы и все остальные насекомые, которые у нас также обитают на арене. Пока основная часть муравьев убежала осваивать пространство, мы сможем с вами заглянуть и в саму пробирку. Увидеть, наконец-таки, эти большие пакеты яиц, которые у нас там есть. Посмотреть, действительно, что кокон там на месте. Личинок, ребята, я не видел, но муравьи немножко рассредоточились и можно более внимательно их изучить. Ну, и Металлика, которая гуляет у нас на арене, ребята, ну, это вообще, это просто бомбические окраски муравьи, за которыми очень интересно наблюдать. Они действительно очень шустрые и за ними интересно, интересно наблюдать, но здесь есть как бы палка на двух концах, но их достаточно тяжело снимать. Они очень подвижные, постоянно пытаются убежать из фокуса и сложно их ловить. Ну, а фуражеры, наша замечательная Металлика, пытались залезть в каждую норку, в каждое гнездышко, посмотреть, изучить каждый сантиметр, каждый миллиметр нашего нового жилого пространства. В целом, ребята, в этой пробирке есть еще небольшая часть воды и у меня, я думаю, есть запас где-то 2-3 недели, чтобы все-таки подумать, куда их заселить. И подумать о том, как я задекорирую, в любом случае, будет либо это природный фармикорий, либо будет это малая самосборная арена, как мне задекорировать им новое жилое пространство. Об этом я подумаю на досуге и почитаю ваши комментарии, может быть, какие-то вы новые подкинете мне интересные идеи. Ну, а на нашей малой самосборной арене практически уже не осталось свободного места, которое было не исследовано этими муравьями. Муравьи очень активные, исследуют, исследуют каждый миллиметр нашего предоставленного пространства. Ребята, и чему я обалденно удивился, так это тому, что у нас на этой арене живут мокрички. Я думал, что эти мокрички не проживут там ни минуты, ни секунды после того, как эти сумасшедшие малыши убегут и будут исследовать это пространство. Ребята, ну как же я ошибался. Они абсолютно никакого внимания не уделили нашим мокричкам. То ли дело капканчики, которые, наверное, за час перебили всех мокричек, которые находились в природном фармикарии. И туда даже вообще абсолютно бесполезно было заселять каких-либо других мокричек. Эти мокрички достаточно маленькие и, в принципе, соизмеримы с их интересом охоты. Я думал, что они их буквально перебьют за несколько минут и этих мокричек у нас не останется. Но нет, ребята. Мокрички ползали возле муравьев. Муравьи бегали по мокричкам. Друг на друга наступали. Друг на друга смотрели, изучали. Но муравьи никакого интереса не проявили к этим мокричкам. Ну это просто вообще, это супер бомба. Посмотрим, конечно, что будет дальше. Выживут ли эти мокрички здесь. Ну, в общем, время покажет. Ребята, ну мы покормили наших муравьев тараканчиком. Что же еще едят эти муравьи в естественных условиях? В естественных условиях они, как ни удивительно, питаются и семенами, а также они питаются соком сочных фруктов. Ребята, семена я предлагаю оставить отдельно на потом, понаблюдать, как же они будут есть. А сейчас предлагаю покормить их сахарным сиропом. Естественно, я поместил на арену свою любимую тарелочку. Это кожура от фисташки. И налил туда сахарный сироп. И, ребята, вы себе не представляете, как эти муравьи переносят сахарный сироп к своим сородичам, которые находятся в пробирке, которые находятся в гнезде. Они растопыривают свои челюсти, опускают их в воду, но у них на этих челюстях задерживается капелька сиропа. И в таком вот виде они бегут к себе назад в гнездо и передают пищу оставшимся муравьям, которые ухаживают за потомством. Другим муравьям, которые находятся на кране гнезда. В общем, тем остальным своим сородичам, которые также хотят подкрепиться. У этих муравьев нет так называемого социального желудка, когда они могут набрать туда пищу, прибежать назад в гнездо и с помощью трофолаксиса эту пищу отрыгнуть и передать остальным муравьям. У этих муравьев такого нет. Они окунают жвало, на них задерживаются капелька воды и с этой капелькой воды они уже бегут к себе в гнездо. Но, ребята, чему я вообще абсолютно удивился и чего я не видел ни у каких других муравьев, которых я содержал, так это тому, что они опускают свою челюсть вниз, задерживают капельку воды, поднимают вверх голову и таким образом начинают пить. То есть они, грубо говоря, берут стакан воды и спокойно сидят его и пьют. Ну, ребят, этого я вообще абсолютно нигде не увидел. То есть они не опускают голову вниз, как остальные муравьи и начинают присасываться к этому огромному озеру сиропа, а они берут небольшую капельку, растягивают ее на своих жвалах и, подняв голову вверх, ее пьют. Ну, блин, зрелище просто обалденное. А пока мы можем, здесь у нас какое-то маломайское освещение установлено, ребята, понаблюдать еще раз на их обалденную окраску. Она зеленая, вся переливается. Конечно, когда освещения нет, ребята, если особо не присматриваться, их вот эта вот суперская окраска не особо видна. Она видна, но она не особо заметна. Но, ребята, как только вы подключите какое-то маломайское освещение, они играют совсем другими красками эти муравьи. Они все переливаются и просто супер обалденно выглядят. Когда я поставил эту тарелочку на арену, нельзя сказать, что вся колония прям ринулась туда, чтобы подкрепиться. Какая-то часть муравьев занималась тем, что добывала этот сахарный сироп. Какая-то часть колонии оставалась на арене, бегала, фуражировала, искала новую какую-то еду, искала там, наверное, новое место, куда они могут переехать, эта семья из пробирки, и расширить свое жилищное пространство. Ну, а какая-то часть как раз-таки занималась тем, что добывала этот сахарный сироп. В целом, вы можете увидеть в пробирке, что осталось от нашего таракана, от него где-то осталась половинка. Надеюсь, что в ближайшее время они все-таки вынесут его на арену, не дадут, не допустят того, что этот таракан у них стухнет в пробирке, появятся какие-то вредные клещи, и у нас возникнут дополнительные проблемы. Надеюсь, все-таки они чистоплотные и вынесут этих тараканов. А те, кто содержал металлику, ребята, напишите мне, пожалуйста, действительно эти муравьи чистоплотные или эти муравьи-хрюшки? И они будут оставлять в гнезде и остатки тараканов, и остатки другой еды, и тем самым провоцируя появление различных вредных паразитов. Ну, а ребята, наблюдать за ними даже вот в такой вот на скорую руку подготовленной арене можно, можно действительно часами. Это то еще зрелище, особенно когда вы их кормите. Обязательно в самое ближайшее время мы покормим их семенами, проведем у нас, ну, действительно большое количество муравьев. Мы проведем охоту, я запущу, найду все-таки каких-то не очень больших тараканчиков, найду маленьких тараканчиков, и мы проведем с вами охоту, проведем с вами кормление семенами и посмотрим на это зрелище. А я уверен, у этих малышей будет на что посмотреть. Спустя какое-то время они достаточно много выпили сиропа, и я так понимаю, что семья наелась и замаскировала тот сироп, который остался у нас в скорлупе. Муравьи положили туда кокосовый субстрат, положили какой-то песочек, в общем, решили законсервировать тот сахарный сироп, который остался. Ну, а мы с вами обязательно продолжим наблюдать за этой семьей металлики. Я в самое ближайшее время постараюсь выпустить про них новый выпуск, но это не все, ребята. У нас на канале появится также еще несколько видов муравьев, о которых я вам расскажу в самое ближайшее время. Не забывайте, ребятушки, подписаться на канал, поставить лайк этому видео, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики, которые, я надеюсь, будут выходить более-менее систематически. Не обещаю, что прям каждую неделю, каждый день они будут выходить. Я надеюсь, что как минимум раз в две недели будет выходить новое видео на канале. Я буду пробовать различные другие новые форматы, например, форматы видеоблогов, которых можно снимать чаще, рассказывать вам о каких-то повседневных особенностях уходов за муравьев, не только за муравьев, за акваформикарием, за природным формикарием, за растениями другими различными, за тем же Лео. В общем, стараюсь разнообразить как-то наш контент, рассказывать вам больше интересной информации. Не забывайте, что у нас появился телеграм-канал, куда я прям в режиме онлайн стараюсь закинуть самую новую, самую актуальную и интересную информацию. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока!